Добрый день, друзья! Сегодня буду делать формы для пасхальных куличей или для панеттони своими руками. Если у вас вдруг не оказалось под рукой форм для куличей, не переживайте, их можно приготовить из подручного материала, то что у вас всегда есть дома, своими руками. Это очень просто. Для этого нам нужна или пергаментная бумага, или фольга. Можно использовать любые банки из-под консервов, любые емкости. На пергаментной бумаге мы размечаем приблизительно, как у нас будет изготавливаться форма. То есть вниз на подворот на дно я оставляю 3 сантиметра. И по высоте банки я буду делать двойные, у меня будут двойные стенки. Поэтому я буду лист бумаги сворачивать пополам. Вот так. И оставляю внизу 3 сантиметра. И вот эти 3 сантиметра нам нужно будет надрезать ножницами. Это будет у нас подворот. Вот эти 3 сантиметра на дно. Оборачиваем банку и проклеиваем клейстером. Рецепт клейстера я вам дам ссылку. Это предыдущее видео. Можете посмотреть, если вы не знаете, как приготовить. Банку заклеиваем плотно, но не настолько плотно, чтобы трудно потом нам было изымать оттуда банку, вытаскивать. Я ставлю на банку, так как у меня высота формы немножко больше будет. И чтобы низ не сломался, я поставила на банку меньшего диаметра. Бумагу также, круг из пергаментной бумаги я положила на дно. И буду заворачивать вот эти 3 сантиметра, которые я разрезала, буду заворачивать вот такими частями. Смазываю их также клейстером и приклеиваю к донышку. Это делается очень быстро. Я не думаю, что кому-то из вас может вызвать затруднения такая форма. Все, подвернули мы. И сейчас еще один кружок наклеиваем сверху, чтобы закрепить дно, чтобы оно было более устойчивое. Теперь снимаем форму эту с банки или со стакана и переворачиваем ее на дно. Вот так, вместе с банкой. И пусть стоит до полного высыхания. Зависит от температуры в комнате. Может быть, через час высохнет или через 2 часа. То есть, постарайтесь формы сделать заблаговременно. И сейчас я точно так же повторю. Сделаю форму меньшего размера. Также я подворачиваю 2-3 сантиметра и остальную бумагу сворачиваю пополам. Я делаю форму практически всегда двойную. Если можно сделать одинарную форму в целях экономии пергаментной бумаги. Но двойная форма, она лучше. Она, во-первых, хорошо удерживает тесто, сам кулич. Форма не будет деформироваться. И также для выпечки очень хорошо, что не будет подгорать. Все-таки двойная форма. Это более прочнее, более надежно и защищает тесто от сгорания. Также оборачиваем банку. И клейстером промазываем хорошо. Такие формочки можно заблаговременно сделать вместе с детьми. Можно за день, за два сделать. И пусть они высыхают и стоят, ждут своей участи, как говорится. Банка у меня это меньшего диаметра, поэтому я буду использовать другой стакан с меньшим диаметром, чтобы поставить форму. Также прокладываю я пергаментную бумагу на дно, смазываю края и заворачиваю, как в предыдущей форме. В зависимости от диаметра банки, от размера формы для пасхального кулича, вы можете сделать вот этот загиб вниз от 2 до 3 см. Если баночка маленькая, то достаточно 2 см оставлять полоску, чтобы ее потом завернуть на дно. Если у вас широкая форма, то можно 3 см и даже 4 см. И также промазываю немножко клейстером дно и пергаментную бумагу, кружочек. Все, форма готова. Также отставляем для высыхания в сторону. Следующую форму я хочу вам показать из фольги. Кто не хочет возиться с клейстером, с пергаментной бумагой, может быть у кого-то нет, а есть фольга, делаем из фольги. Я взяла обычную банку, у меня 2-х литровая банка, и вокруг банки я собираю фольгу. Как бы я банку обжимаю фольгой и придавливаю к банке фольгу. Не переживайте, вы так посильнее ее прям. Желательно для формы пасхального кулича использовать фольгу, чтобы она была более плотная. Тогда она лучше удержит форму и лучше будет удерживать пасхальное тесто, которое будет подниматься. Вот так. И также еще для укрепления формы, чтобы форма была более надежной у нас. Вот так хорошенечко проводим руками, прижимаем к банке посильнее. Вот так. Также нам нужен длинный кусок фольги, шириной приблизительно 6 см, а длиной, чтобы нам хватило обвязать, как бы опоясать нашу банку. И с заходом сантиметров по 5 с каждой стороны, чтобы мы могли подвернуть хорошо. Поясок делаем на высоте формы, которую вы хотите. Края заходят друг на друга и немножко наискосок. Нижнюю часть вы подворачиваете наверх уголок, а верхнюю вниз. И этот поясок у нас как бы скрепится. И сейчас я все вот эти верхние кусочки фольги, которые у нас вверх, я их опускаю вниз. А этот поясок у нас служит как бы держателем. Если концы очень длинные, ничего страшного, просто завернете их туда, к донышку. У меня фольга очень жесткая. Это очень хорошо для формы. Также еще хотела сказать, если вдруг вы будете делать из фольги вот такие заготовки, то в середину можно, когда вы будете готовить тесто, середину можно застелить пекарской бумагой по краям. Так как у нас получается из фольги форма неровная в середине, и пасхальный кулич, он может также получиться, ну, немножко такой с шероховатостями. Поэтому, чтобы он был более гладкий, можно полоску пергаментной бумаги простелить внутри по краям. Вот так выглядит форма. Посмотрите, какая она идеальная получилась. И я сверху еще одним кольцом одела, скрепила по середине. Вот видите как. Вот такие получились у меня формы. Можно делать разных размеров. Попробуйте сделать и вы, если есть в этом необходимость. Буду рада, что этот рецепт кому-то из вас пригодится. До новых встреч! До новых встреч!